Здравствуйте, все ребята! Сразу предупреждаю, что сегодня очень интересный эфир, хотя бы потому, что я реально заморочилась и подготовилась к нему, потому что тема буквально вошла в меня и просто начала, знаете, по мне пускать свои корни, и я поняла, что надо об этом поговорить. Итак, я не знаю, ограничимся ли мы одним эфиром, и вообще не знаю, насколько глубоко эта тема пойдет дальше со мной по жизни, потому что мне кажется, что это мега-супер важно. Те сознания, которые ко мне пришли, я очень хочу этим поделиться с вами, и сегодня мы будем говорить о том, как создать себя. И опять-таки, в данном случае, в данном контексте фраза, точнее, глагол создать, помните, глагол отвечает на вопрос, что делает? Так вот, глагол создать имеет самое глобальное значение, поэтому не думайте, что темка-то, ой, что-то такое, это я все знаю, нифига! Сегодня мы будем с вами ломать парадигму вашего мира, смотреть на то, что мы знали совершенно с другой стороны, поэтому располагайтесь поудобнее. Я сегодня себе приготовила вот такой бокал, кто из вас угадает, что в этом бокале, того обниму и поцелую, можете вот посмотреть внимательно. Плапси-кола сегодня оказалась теплой, поэтому я сегодня с колой. Вот, если вы сейчас будете думать, что со мной не так, то я сегодня была у своего любимого мастера, прекрасно, а сегодня с новой стрижкой, поэтому, да, прекрасно, замечательно, в розовом цвете, без худи. В общем, да, друзья, весна, 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 все, я на все наговорила, для того, чтобы мы с вами начали, и погнали! Итак, для начала я хочу, сегодня у нас будет наш эфир разбит на некие такие сегменты, можно даже делать, возможно, я, кстати, и сделаю, карту, да, карту нашего эфира, и начать я хочу еще с темы первой, которая будет подводить нас к тому, что мы делаем, это с нашей обычной системы, системы воспитания человека, к которой мы с вами, не то чтобы привыкли, мы с вами с ней находимся. Итак, когда человек рождается, изначально мы с вами рождаемся, или рождаются наши дети, кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что то, что я сегодня буду рассказывать, очень важно услышать родителям, очень важно услышать родителям, потому что в зависимости от того, что вы сумеете впитать, зависит то, какими детьми в будущем могут вырасти ваши дети, это очень важно. Итак, когда мы с вами рождаемся, вот этот период нашего рождения человека до школы, в среднем до 6-7 лет, мы абсолютно не воспринимаем человека как человека. Мы считаем, что наш ребенок, а наши родители так считали по отношению к нам, в этот момент познает мир и формируется, он как-то вырастет. Момент человека, жизни человека до школы проматывается абсолютно, как будто бы на перемотке. Он должен ходить в садик, он должен научиться что-то делать, он должен познать кое-как мир. Он маленький, говорим мы. Когда ребенок попадает в школу, а это на сегодняшний день период в среднем с 6 лет плюс 12 или с 7 лет, то есть наши дети сегодня в Украине образование 12 лет, 7 плюс 12 – это 19 лет. Мы отправляем ребенка в школу. Чему мы учимся в школе? Всему. Мы ходим в школу и, как правило, родитель хочет, чтобы ребенок научился разбираться во всем. Потому что, когда у нас есть с вами пробелы в математике, в геометрии, в химии, в огромном количестве предметов, что-то у нас получается, что-то нет, что делают родители с предметами, в которых у нас не получается, что делают родители? Родители нанимают нам репетиторов, надо бы подтянуть. Зачем подтягивать все предметы, никто не задумывается, но у нас идет такая схема. В 18-19 лет мы заканчиваем школу, и что нас ждет после этого? После этого нас ждет в среднем 5 лет образования. Какого образования? В которое мы попадаем. Родитель нам говорит, куда идти, мы выбираем как-то на бум, куда смогли пройти и набрать проходной балл. Плюс 5 лет мы еще находимся с вами в системе образования некого института или университета. В результате мы в возрасте, помните, мы сейчас заканчиваем школу 18-19 лет, в результате в возрасте 24 года в среднем мы попадаем в мир, как рыбка Дори, которая прошла через океаны и трубы. Мы попадаем в мир, где нам говорят, добро пожаловать, ты стал взрослым. Ты стал взрослым. Так выглядит обычная система. Мы с такими вот огромными шарами понимаем, что нас никуда не возьмут на работу. Почему? Потому что у нас нет опыта работы. Потому что очень часто уже во время получения образования в течение 5 лет мы поняли, причем часто на первом курсе, что это вообще не наша тема. Мы абсолютно потерянные, без опыта какого-либо, без понимания, чего мы хотим, вываливаемся в мир с огромными вот такими глазами, понимая, что, бля, мы, по-моему, стали взрослыми. Некоторые в этот период времени умудрились родить, кто-то умудрился выйти замуж или жениться, и вот, hello, взрослая жизнь. И это то, что является нормой. Мы сейчас не говорим плохо, хорошо, мы говорим как есть. Напишите мне, пожалуйста, вы согласны, что вот система сегодня такая? Я правильно ее описала? Я в конце эфира расскажу, что в бокале. Я правильно описала то, как сегодня устроена наша система. То, что мы называем нормальностью. То есть это нормально, так думали наши родители, и мы по такой же схеме общей идем. Согласны, да? Я ничего не придумала. Замечательно. Запоминаем это. Запомните, пожалуйста, то, о чем я рассказала. Отложите себе в коробочку. Идем дальше. Что, как это можно в целом все охарактеризовать? Нам говорят, учись. Правильно? И потом, когда ты закончишь учиться, ты, если будешь хорошо учиться, получишь хорошую жизнь. Правильно? Так нас учат. Важно хорошо учиться. На хрена мы это все учим? Чтобы получить хорошую жизнь. У нас в голове есть такая программа, что нам надо хорошо учиться. Почему мы заботимся? Как наши дети учатся? Господи, что у него по биологии? Что по алгебре? Ах ты, лоботряс, не выучил математику. Нам важно, у нас есть программа подсознательная, что если мы будем хорошо учиться, то тогда мы получим какую-то жизнь. Первая часть. Закончили. Вторая часть. Мы уже, наверное, где-то с 2000 года вошла мощная тема, что необходимо мечтать и желать чего-то большего. Согласны. Многие из вас помнят, кто-то не помнит. Большинство из нас дети, выросшие при Советском Союзе, это система, которая была, образование, была построена на том, что мы должны очень много запоминать. Не было интернета. Всю информацию мы должны были запоминать. Все даты, когда умер Ленин, когда, в каком году была битва с Полтавой. Вдумайтесь сейчас. В каком году был построен какой-то первый метрополитен, где, на каких географических координатах, значит, проходила битва, которая там унесла или принесла. Мы это учили. И мы должны были вырасти хорошими людьми, комсомольцами, пионерами и, значит, быть там отважными патриотами своей страны. Нас так воспитывали. Никто не рассматривал схему того, что можно иначе. Те, кто рассматривал, их лишали комсомола, их лишали жизни, их лишали гордости быть гражданином страны, комсомольского билета, чего-то ценного, что тогда было большой ценностью. Да, согласна. Теперь, в 2000-х годах, в 90-х началась перестройка. Нам же надо понять логику, нам нашему мозгу надо объяснить, почему так думать не надо. Значит, началась, когда вся эта движуха, перестройка, где-то к 2000-м годам, когда все плюс-минус устаканилось. Мы стали читать книги зарубежных авторов. Мы стали что-то слышать о целях, о знаках, о пути, о том, что можно мечтать о чем-то большем. И это теперь не предательство Родине. Сформировалось новое движение чтения. И начало формироваться и развиваться настолько активно, что сегодня, если ты говоришь, что у тебя нету цели, если ты говоришь, признаешься, что ты понятия не имеешь, кем ты хочешь стать через 5 лет, если в тебе нету внутреннего движка, тебя типа не признают. Сегодня все говорят о том, что у них есть большая цель, о том, что они хотят быть какими-то великими людьми. Большинство не хочет, не знает, как это, боится об этом думать, но признаться, что у тебя этого нету, сегодня равносильно, что признаться в 80-х годах мужчине семейному, который является там каким-то гражданином, что у него есть любовница. Это нельзя. Сегодня у тебя обязана быть мечта. Сегодня, если тебе нравится разбирать фантики и работать на своей работе, ты обязан сказать, что ты хочешь заработать на Мерседес. Обязан. Что ты хочешь поехать на Мальдивы. Обязан. Если ты не говоришь о том, что у тебя есть великие цели, тебя не примут. Это очень важно. Вы со мной согласны? Что важно, чтобы сегодня была цель. Вы чувствуете даже немножко неприлично, когда как будто бы вы ни о чем не мечтаете. Если вы сидите в компании, и кто-то говорит о том, что у него там есть какие-то планы и цели, вы должны тоже сказать, что они у вас есть. Согласны со мной, нет? Давайте будем чуть-чуть с вами общаться. Олег, я так понимаю, я думала, вы ко мне это флиртуете со мной. Хотела сказать, ну вы же можете рискнуть, сразиться за меня. Сразись за меня, за свою принцессу. Очень точно подмечено. Спасибо. Важно, чтобы вы понимали. Окей, если вы не согласны, вы должны тоже об этом говорить. Теперь смотрим, у нас есть две коробочки. Первая коробочка – это то, что мы понимаем, что нам нужно все время хорошо учиться в школе, в институте, и потом стать очень успешным в жизни. Мы знаем это, но, как правило, мы не можем стать очень успешным в жизни, потому что мы только закончили учиться в 24, и мы не совсем понимаем. Мы учиться понимали, как уроки учить, как сдавать, как даже взятки давать, как договариваться, а как стать успешным в жизни еще непонятно, потому что нас на работу не берут. Ну, у нас нет опыта работы. Непонятно, кем устроиться. Это первая наша ячейка. Вторая – это то, что должна быть большая мечта и амбициозные цели. Ты должен знать, что ты хочешь яхту, у тебя должна быть карта желаний, там должен быть Мерседес обязательно, квартира где-нибудь или дом свой собственный, путешествия, ты должен покупать все время Луи Виттоны, драгоценности дарить своей женщине, у каждой женщины должно быть кольцо Тиффани, то есть вот такие две коробки есть, да? Ты должен это, но реальность твоя такая. Теперь идем в следующий момент. Что происходит? Когда мы с вами заканчиваем школу, начинаем работать, иногда этот процесс растягивается на 20, 30, 40 лет, вы можете находиться в этом процессе 30, 40 лет, то есть вы работаете, вы чем-то занимаетесь и вы зарабатываете какие-то смешные деньги, которые не всегда позволяют вам выжить. Большинство людей зарабатывают ровно столько денег, чтобы как-то прожить. Без Мальдив, Мерседесов и прочих вещей. Кто-то застреет в долгах, кто-то в кредитах, пытается как-то выжить, но не совсем понимает. Вроде же учился, вроде же образование есть, вроде что-то там хотел, но живет, ну, живу как могу, не понимаю, потому что то карантин, то президент, то срачка, то болячка, много не платят, получить достойно дальше ничего не могу, хотел бы получить другую профессию, не знаю, где взять, и мне нужно кормить детей, собаку, детей, вернее, жену. Ну, короче, непоняточка, понимаете, да, о чем я говорю? Это называется реальная жизнь. Теперь, находясь в реальной жизни, люди привыкают в ней жить. Кое-как жить на ту зарплату, которая есть. Ты работаешь на какой-то работе все равно, получаешь какие-то деньги, строишь какие-то отношения, живешь в каком-то доме, не важно, в мамином, в папином, бабушка умерла, снимаешь квартиру. Ты живешь в некой своей реальности, живешь, вы же все живы, правда? Сколько бы денег вы не получали, вы все как-то живете. Но при этом, скажите мне, пожалуйста, существует ли в вашей голове мысль о том, что вот эти ваши цели какие-то, которые у вас есть, что вы надеетесь, что это будет, что вы искренне верите, что когда-то у вас будет большая машина, хороший дом, что вы поедете, посмотрите на эти гребаные Мальдивы, что вы что-то будете делать по-другому. Есть такое? Или нет? Или кто-то принял? Верю. Вы верите. То есть, я хочу еще раз сказать, мы живем той жизнью, которой мы живем, но мы верим в то, что у нас может быть другая жизнь. У нас есть такая вера, что это обязательно будет. Как это выглядит? Ну, например, вы живете со своим парнем. Ваш парень зарабатывает 1000 долларов в месяц. Вы хотели бы парня, который бы зарабатывал гораздо больше. Вы хотите сумочку за 5000 долларов, вы хотите, у вас много планов и желаний, но парень ходит на свою работу, он не может ее бросить, потому что, во-первых, он считает, что это неплохая работа 1000 долларов в месяц. За эти деньги вы снимаете квартиру, вы за эти деньги ходите по выходным и в рестораны, вы за эти деньги иногда покупаете вещи вам какие-то, вы живете на эти деньги. И вроде бы у вас все неплохо, но парень говорит, когда-нибудь я обязательно подарю тебе Мерседес, когда-нибудь у нас будет большой дом, когда-то я повезу тебя вот на этот отдых. И парень в это верит, и вы в это верите, но он ходит на свою работу и делает то, что он делает. Вот так выглядит наша жизнь. Вторая параллель. Уловили. Погнали дальше. Какие программы живут в нашей голове с вами и почему мы имеем то, что мы имеем? Я вам уже сказала, что, например, система образования, которая у нас заложена, я хочу, чтобы вы очень внимательно слушали, то есть, как мы привыкли, мы же все знаем, что в 7 лет мы идем или в 6 мы идем в школу. Есть некие программы, которые заложены в нас по умолчанию, потому что так было огромное количество лет. И мы действуем по этому принципу, мы не думаем, идти нам в школу или не идти нам в школу, потому что это понятно, что все идут в школу. Теперь давайте рассмотрим с вами несколько таких мощных программ, которые заложены в нас по умолчанию. Давайте их поковыряем. Мы никогда о них не думали, почему так надо. Давайте подумаем. Первая программа, ключевая, которая у нас заложена, звучит так. Учись, да, нам говорят, когда мы идем в школу, учись. Затем, когда ты выучишься, получишь хорошую профессию, ты пойдешь на работу и станешь хорошим человеком. Так нам говорят. Ты должен получить достойную работу, чтобы стать хорошим человеком и обеспечивать свою семью. Ну вот так, в нас заложено, что нужно вот этот длинный период жизни своей учиться, чтобы затем пойти на работу. Но давайте задумаемся о такой интересном моменте. Ну вот просто сейчас, о первом моменте, такой первый звоночек вам даю. А нужно ли столько лет учиться с 6 лет до 24, чтобы получить хорошую работу? А когда в 24 я понимаю, что, например, мое образование, которое я получила, мне не нравится, и я хочу стать мастером маникюра. Я иду на курсы, и за 2 недели заканчиваю курсы маникюра. А через год у меня такое количество клиентов, что я открываю свой салон. А через полтора у меня большая франчайзинговая сеть. Внимание, вопрос. А обязательно ли было столько времени тратить мне на образование? 5 лет и столько лет школы. Обязательно ли было это тратить, если вдруг оказалось, что я хочу быть мастером маникюра? Сегодня, если я решаю, что я хочу стать дизайнером интерьера, я записываюсь на курсы, и через 2 недели могу понять, что я не хочу быть дизайнером интерьера. Мне не нужно для этого поступать в ВУЗ, сдавать документы, учиться там 5 лет, чтобы понять, что я им не хочу быть. Сегодня, когда время невероятно быстро идет, можно ли сказать, что то, что мы 5 лет учим в университете, во-первых, большой вообще вопрос к программе, а во-вторых, вопрос вообще к тому, насколько актуальность информации прямо во время этих 5 лет остается актуальной. Большой вопрос. Я сейчас не говорю о том, что высшее образование – это плохо. Я даю вам мысленно подумать, на размышления. Окей, посмотрели на эту тему. То есть, первая система, которая говорит нам о том, что нужно долго учиться, чтобы потом получить работу, стать хорошим человеком, поддается вопросу. Правда? Поддается вопросу, нужно ли учиться столько. Теперь давайте пойдем дальше. Вторая такая мощный пласт, программа, которую нам закладывают. Вспомните, когда вы в детстве, вам 5, 6, 7 лет, вы говорите маме, например, «Мама, я хочу быть пожарником» или «Мама, я хочу быть известной певицей». Что говорит вам мама? Что говорит вам в этот момент мама? Когда вы маме говорите, «Мама, я хочу быть певицей, я хочу быть пожарником, я хочу быть великой актрисой». Что мама говорит? Напишите, пожалуйста, я очень хочу, чтобы кто-то из вас написал, чтобы вы потом не сказали, что я все придумала. Что говорит мама, когда мы в детстве делимся тем, кем мы хотим быть? Блин, эфир тупит. Надо много учиться. Здравствуйте. Я думаю, мама тоже это говорит. Здравствуйте. Это несерьезно. Так, у тебя не получится. Что еще? Это все не для тебя, у тебя не получится. Это не профессия, тоже есть такое. Несерьезная профессия. Учись. Давайте еще. Иди сначала помой посуду, спустись с небес на землю. Это тебя не прокормит. Учись, у тебя все получится. Этим денег не заработать. Давайте подумаем еще, что это за профессия. Вот из того, что не писали. Как ты на это будешь жить? Много хочешь. Вот вы знаете, я обо всем об этом не думала, но вы правы. Очень хорошо, но нужна профессия, которая принесет деньги. Мечтать больше, подумай о реальном. Теперь мечтай дальше. Это непрестижно. У нас нет денег, не выдумывай. Если хочешь, сможешь, но, пожалуйста, поступи туда и сходи. Работа должна быть высокооплачиваемой. Не выдумывай, делай уроки. Это непрестижно. Телевизор пересмотрела. Учись, это невыгодно. Спокойствие. Так, вы все молодцы, но вы чуть-чуть не туда. Нет, выбирай ли это или то, но никак не актриса. На это нужны деньги, у меня их нет. Завтра передумаешь. Прекрасно. Я имела в виду немножко другое. Вы сейчас говорите ограничения. Это замечательно, потому что это тоже правда. Я говорю о том, что чаще всего, мне так родители, возможно, говорили, они говорили мне, вырастешь, и тогда будешь решать. А пока слушай маму. Есть такое? Когда вырастешь, вот, а пока слушай, что я тебе говорю. Помните, нам все время говорили, что когда вы будешь взрослый, вот сама себя будешь там обеспечивать, вот тогда, покупая по мне, я иду, мама, я хочу кофточку. Мама говорит, купим эту. Я говорю, мама, ну мне нравится розовая. Мама говорит, в розовой будешь пачкаться. Вот вырастешь и будешь покупать себе розовую, а сейчас купим черную. Значит, вырастишь. Помните? А теперь давайте посмотрим. Такой интересный момент. Мы с вами рассмотрели период школы и университета. Да, мы говорим, что мы учимся с вами школу и университет. А что происходит с жизнью ребенка с момента рождения до семи лет, до школы? Ребенка как будто бы нет. Его серьезно никто не воспринимает. То есть период до семи лет ребенок как будто бы жизнь свою, ну типа ее нету. Он там несерьезный, к нему никто серьезно не относится. А теперь давайте, внимание, вопрос. Программа «Что, где, когда». Кто, кто становится великими людьми? Кем мы восхищаемся? Олимпийские чемпионы, люди, которые завоевывают олимпийское золото. С какого возраста они приходят в спорт? Вы знаете хотя бы одного олимпийского чемпиона, который пришел в спорт в 20 лет? Или в 24 после института? Кто становится великими танцорами? Вы знаете хотя бы одну великую балерину, которая пришла в балет в 18 лет начинать? Вы знаете хоть одного великого музыканта, который сел впервые играть с 30 или с 25? Футбол – одна из самых дорогих игр на планете. Со скольки лет эти мальчики, которые потом стоят миллионы долларов, приходят играть в футбол? Со скольки лет их воспитывают? Билл Гейтс. Мы все знаем Билла Гейтса. Мы ему обязаны, по сути, на данный момент тому, что мы общаемся. В 13 лет, 13, Билл Гейтс написал свою первую программу на языке программирования Basic. В 13 факин лет он не заканчивал школу, университет, чтобы потом чему-то учиться. Дети, мы рождаемся с вами, дети – это маленькие люди, 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 они рождаются, мы рождаемся с полным набором своих гениальных талантов. И в возрасте до 7 лет они у нас, как лампочки красные, на нас горят. Если вы приведете маленького ребенка и посадите играть его за инструмент, и он – это его, вы увидите это изначально. Если ребенок склонен к танцам, вы увидите это изначально, точно так же, как вы не заставите маленького ребенка танцевать, если ему это не нравится. Так вот, мы этот возраст вырезаем к чертовой матери из жизни своих детей. Мы их отдаем в садик, чтобы им было хорошо, и они всесторонне развивались. Когда мы кричали своей маме, что мы чего-то хотим, мама говорила – вырастешь. Тот возраст, в котором нам не нужно зарабатывать деньги, выстраивать отношения, успевать все, когда мы можем полностью, единожды в жизни отдаться, все свое время отдать тому, что нам нравится, нам не разрешают этого делать. Мы сами не даем этого делать своим детям. Мы им говорим – развивайся всесторонним, мать твою. И что в итоге получается? И получается, что те дети и те родители, которые это понимают, и которые с трех, с четырех лет находят, помогают своему ребенку найти то, что ему нравится, в пятнадцать и в двадцать, становятся великими людьми со своим делом, профессией, реализацией, с очень многими вещами. В то время, как мы готовимся, когда же нам исполнится двадцать пять, и мы начнем, наконец-то, без прессинга родителей, думать о том, как мы хотим строить свою жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, что наш период детства – это самый плодотворный и благодатный период, когда мы способны раскрыться, когда мы можем наше время полностью сфокусировать на своем таланте, когда наши таланты еще не замылены страхами, что на этом не заработать, что у меня не получится, мы еще этого не знаем. Но, конечно, наши близкие родители, мы с вами, как родители, помогаем своим детям поверить в то, что это не для них. Вот что происходит. И когда сегодня я смотрю на своих детей, я безумно горжусь ими, потому что каждый день они уделяют много времени своему главному, любимому делу. И они уже сейчас, в своем возрасте, растут с пониманием тем, кто они, в чем их сильные стороны и где они хотят развиваться. Помните, что в любом случае, любое дело, которому мы себя начинаем посвящать с детства, развивает в нас также набор качеств. И со временем мы можем поменять профессию, но качества всегда остаются с нами. И я заклинаю и умоляю всех, кто сегодня смотрит меня из родителей, сколько бы лет не было ваших детям, услышьте меня, пожалуйста, перестаньте, перестаньте делать вид, что вот эта жизнь вся, она не важна для вашего ребенка, что у него она начнется потом. Нет, она начинается с рождения. Наблюдайте, помогайте своему ребенку, находите, в чем он может сейчас развиваться. Именно сейчас самое благодарное время для его развития. Именно сейчас он может раскрыться на максимум. И тогда, когда другие люди будут только думать о том, чтобы начинать жить, эти дети будут фундаментом этого мира. Они будут прекрасными, сильными, замечательным примером для того, какой должна быть жизнь. Это второй момент. Вторая программа, которая звучит, что когда ты вырастешь, тогда ты будешь решать, а пока ты маленький, ты должен делать то, что тебе говорят, и твоя жизнь еще не началась. Я хочу, чтобы вы еще раз это осознали. Едем дальше. Третий момент. Третья программа, которую нам заложили, и за которой мы очень серьезно страдаем, звучит следующим образом. Нам со школы заложили, что все, все на свете имеет правильный ответ. Помните, в школе, когда мы решали примеры по алгебре, по геометрии, там часто нас спрашивали, какой ответ получился, какой итог в итоге получился. Я помню, как мы в классе девятом раздобыли на рынке Петровка, в Киеве есть такое, раздобыли, что продаются решебники. Это такое было для нас вообще вау. Но решебники, значит, на примеры, и мы на книге, и мы покупали решебники, и ничего не понимая, что происходит, мы ставили в конце правильный ответ, получали оценку и были очень счастливы. Потому что нам было очень важно получить хорошую оценку, потому что за хорошую оценку не ругали учителя, не ругали родителей, и оценка была хороша. Нас дрессировали так все время в школе, мы все время должны были знать правильный ответ. Если правильно ответил, тебе говорили правильно, садись спять. Что мы получили во взрослой жизни? Мы получили во взрослой жизни отсутствие навыка думать и размышлять. Мы не умеем анализировать. Большинство людей, вот вы мне задаете огромное количество вопросов, например, а если ребенок не знает, чего хочет? А скажите мне, пожалуйста, сколько вам лет? Вы задаете этот вопрос, скажите мне, пожалуйста, сколько вам лет? Давайте поговорим с вами. Вы задали вопрос, что делать, если ребенок не знает, чего хочет? Вот и Алене интересно. Сколько вам лет? если вы еще не вышли с эфира я бы дождалась вашего ответа если ребенок не знает чего хочет 13 все тогда мне все с вами понятно вот давайте соленые поговорим вам 13 лет я вас понимаю это вопрос не вашего уровня не вашего уровня сейчас постараюсь вам объяснить вам 40 вот скажите пожалуйста алена вот даже до 40 лет неужели вам не понятно что делать например если вы не знаете какой салат хотите перед вами стоит бар салатный бар и там есть все салаты все возможные которые только есть как понять какой салат вы хотите какие у вас есть варианты давайте поразмышляем вопрос ко всем вы стоите перед салатным баром и есть все салаты крабовые оливье лобстеры просто овощной греческий светом как понять какой салат вы хотите попробовать спасибо юлия спасибо вопрос в том что вы простите алена и многие другие я сейчас очень хочу чтобы вы понимали я вас не хочу обижать ни в коем случае у меня не стоит задача сейчас показать что я умная вы все дураки нет это я вам сейчас показываю последствия вот этих систем бессознательных которых у нас работает о которых мы говорим вы не думаете вы отучились думать отучились вы хотите чтобы я как учительница сейчас сразу дала вам правильный ответ и именно за счет того что вы разучились думать и анализировать задавать себе вопросы размышлять мать вашу на эту тему вы и не можете ничего в жизни развивать вы вам нужен готовый ответ вы хотите чтобы прийти к врачу и спросить колоть прививку вашему ребенку или не колоть и вне зависимости от того спасет это прививка вашего ребенка или убьет ответственность будет на вас разбираться всегда надо вам самому искать а вы потом хотите сказать врачу и вот я пришел он сказал что надо колоть и с моим ребенком что-то не дай бог стерто стерто случилось вы должны всегда осознавать вас есть мозг он же вам данный для того чтобы вы блин думали они искали вот эти готовые решения нету в жизни готовых решениях каждое решение за собой несет какое-то последствие это не школа вам не нужна в жизни оценка от кого-то 5 или 4 нету этого вы должны осознать что принимая решение вы должны опираться исключительно на себя а в частности на свою интуицию я уже говорила о том что в самом человеке есть все ответы на все вопросы мы не умеем использовать интуицию мы слышали об интегралах мы слышали о параллелепипеде мать твою я помню как училась выговаривать это слово параллелепипед 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 мы знаем что-то о дробях мы догадываемся что-то о каких-то законах припоминаем и помним что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов но что такое интуиция как устроена реальность как работает наш мозг почему мы свою жизнь способны притягивать какие-то негативные ситуации которые мы постоянно притягиваем мы об этом не думаем нам по телевизору об этом не рассказывают мы не ищем такую литературу это образование проходит мимо нету этого образования как в ссср не было секса и слово миньет было загадкой но это вопрос уже к моей подруге Юлии Гайворонской точно также мы понятия не имеем как работает наш мозг мы понятия не имеем что мы управляем своей реальностью мы ничего не знаем о квантовой физике мы не понимаем ни хера в этом пространстве но мы при этом хотим знать готовый ответ что нам делать скажите что нам делать и вам говорят с телевизором оденьте маски вам говорят сдохните идите колите в себя вакцину хер знает из чего вам все время что-то говорят и мы как довольная стадо кобыл которым наконец-то сказали что делать мчимся куда-то не включая свою коробочку от слова совсем от слова совсем не задавая себе никаких вопросов потому что мы послушные потому что нам же училишь надо в школе сто лет жить вот мы живем никто не говорит о чем после этой школы выходе мы не можем ни черта ни работы найти не можем в этих машинах ездить в которых ездят те люди которые эту систему образования нам пропихивают что происходит почему я в египет не могу поехать не то чтобы эти чертовы мальдивы не не об этом никто не думает зачем зачем в нас вшиты и встроены программы которые я вам говорю и мы бессознательно на этом уровне как зомби живем живем а как вы живете каждый раз когда я выхожу с супермаркета я хожу супермаркет через день с чеком 150 долларов ничего не купив особого я не понимаю а как некоторые люди живут на 150 долларов и питаются весь месяц я не понимаю откуда у людей в современном мире где такое количество всевозможных соблазнов всевозможного вообще всего как люди соглашаются быть нищими и слушать все что им говорят а все из-за того что коробочку вы свою не развиваете вы не думаете вы хотите чтобы кто-то вам сказал и кто-то выходит и говорит вам очередную умную вещь обещает вам что-то и вы считаете что да это такая жизнь мы еще потерпим мы еще посмотрим а теперь скажите мне пожалуйста внимание вопрос как вот мы с вами рассмотрели несколько вещей давайте вернемся к первому как делая то что вы делаете как вы живете обычно да вот как-то работаете как-то там ваша жизнь выглядит вы живы все и имея те мечты помните мы говорили о том что принято иметь мечты имеете мечты и надежды на лучшую жизнь как это совместить с чего вы считаете если вы находитесь на уровне жизни вот такого как какой вы есть как вы можете приехать и однажды получить свои мечты скажите пожалуйста откуда у вас голове зародилась мысль что все придет к вам само по себе однажды что однажды вы выйдете и вас будет ждать роскошное авто что однажды вы переедете в красивый дом что однажды у вас будет успешный бизнес если сегодня вы ничего сделать не можете что вы будете много зарабатывать с чего вы взяли что с вами это произойдет такой неудобный неприятный вопрос скажите мне пожалуйста например вы мечтаете открыть какую-то собственную спортивную студию да вот вам нравится спорт вы очень хотите иметь свой спортивный зал но вы например при этом работаете в другом зале вы там тренируете и вы ваши мысли целыми вы вроде бы в одной теме но ваша мысли целыми днями заняты тренировками но вы думаете что когда-то у вас будет зал а с чего он возьмется вы каждый день ходите и прекрасно делаете свою работу вы тренируете но с чего возьмется ваш зал ну вот просто скажите мне с чего он возьмется если вы верите в чудо вы дурак который верит в чудо вы человек который отрицает реальность и говорит мне нравится верить в чудо с чего если я например хочу быть танцовщицей я хочу стать профессиональной танцовщицей к примеру но при этом я не хожу на танцы я вам говорю ребят я так уже мечтаю когда я буду танцевать и вы не грите . а сколько вы тренируетесь я говорю я еще не хожу на танцы но я мечтаю что когда-то это со мной непременно случится и я вам об этом говорю в течение нескольких лет что вы обо мне подумаете скажите мне честно что вы обо мне подумаете и вам все время рассказываю про танцы но я ни черта для этого не делаю что вы обо мне подумаете ну ничего серьезного вы обо мне не подумаете правда вы скажете пиздоболка скажете ну понятно хочет стать моя плесецкая или там пусть почаще пьет или курит или еще что-нибудь делать вам же это очевидно но почему тогда вы говорите ой когда-то я открою свой большой бизнес но сегодня я просто работаю наемным сотрудником окей ты можешь работать сегодня наемным сотрудником но какие-то шаги ты же должен делать для этого нет ты ничего не делаешь откуда вы берете эту связь перестаньте себе нагло врать осознайте что до тех пор пока вы не начнете думать регулярно в эту сторону и идти навстречу вы не придете туда никогда что вы врете себе когда вы врете себе у вас утекает энергия если вы имеете мечту только для того чтобы от вас отстали все остальные то признайтесь себе что это мечта для остальных это как знаете когда женщина понимает что ей нормально сегодня одной но родители уже замучили ее когда же она выйдет замуж и она говорит всем у меня прекрасные отношения я выйду замуж но при этом она не приходит домой не плачет в подушку она просто приняла что ей так хорошо она не хочет ничего никому объяснять поэтому маме с папой она говорит и шлет фотографии с бойфрендом из инстаграма какой-то подделывая да там фотографии говорит мама у меня все хорошо но и и это не трогает но если вы на самом деле хотите чего-то достичь вы на самом деле верите что блин это было бы круто но вы ни черта для этого не делаете так что почему вы ничего не делаете у меня к вам внимание вопрос почему вы ничего не делаете сегодня я хочу чтобы вы сейчас взяли ручку и записали для себя и подумали для себя не для меня у нас знаете вот удивительная работа которая со мной происходит и люди часто не говорят оля куда присылать задание так вот это в школе надо присылать задание в жизни вы все делаете для себя тоже к чему вы не привыкли надо для оценки для кого-то чтобы понравиться так вот вам такое задание напишите то к чему вы стремитесь вот то чтобы вы хотели иметь хоть как-то это может быть ваша бизнес цель это может быть ваше какое-то желание открыть какой-то бизнес это может быть что угодно хотя бы что-то вот что вас драйвит хоть чуть-чуть вот то о чем вы думаете думать блин было бы классно было бы круто если бы это было так это это бы я очень хотел запишите для себя это вы можете не сейчас это сформулировать и просто написать себе и второе задайте себе вопрос а что я делаю сегодня или что я буду делать сегодня чтобы у меня чтобы приблизиться к этой цели через год через три через пять в зависимости от вашей цели может ли то что я делаю сегодня меня привести к этой цели ведет ли она меня или нет суть в том чтобы вы увидели у вас вообще эта цель это вы вы вообще по направлению к ней двигаетесь или ваша цель стоит здесь а вы двигаетесь вообще в другом вы никак не пересекаетесь есть иллюзия что эта цель приплывет к вам сама ваше богатство ваш успешный бизнес ваше призвание ваша популярность вы станете известным певцом но если вы никак вот сюда не двигаетесь каждый день то этого не случится я хочу чтобы вы поняли что сколько бы вы не учились в школе не получали образование и прочих вещей это не случится не произойдет почему тема называется как создать себя потому что мы не занимаемся нас не учат заниматься созданием себя нас учат выучиться и пристроиться в чужую систему систему того кто создал себя кто однажды придумал себе бизнес кто однажды придумал великое дело а вы там всего лишь финди клюшка вы маленькая финди клюшка но если ваша цель стать частью большой финди клюшкой этой цели это круто но если вы просто маленькая финди клюшка и в надежде что у вас есть большая цель то это самообман создать себя это значит понять кем я хочу быть какой жизнью я хочу жить и то что я делаю сегодня ведет меня к этой жизни или не ведет говоря о том что я хочу зарабатывать или там купить себе машину за 100 тысяч долларов за 100 тысяч долларов например через три года и при этом сегодня зарабатывая 500 долларов в месяц которых вам не хватает о чем вы говорите соответственно я задаюсь вопросами если мне действительно такая большая цель значит мне нужно больше зарабатывать а теперь вопрос а как я могу больше зарабатывать а в чем я могу развиваться и так далее мыслительный процесс думающий будет вас вести как будто бы вы вяжете когда одна петля переходит в другую одна петля переходит в другую одна в другую одна в другую кто умеет вязать или крючком училась вязать и хорошо это помню как ты берешь крючочек с одной петельки, и потом у тебя такая хуетень вылазит, большая, длинная, и ты вяжешь, вяжешь, и потом у тебя, блядь, шарфик большой вываливается, понимаете? А вы сидите с этой фитюлькой маленькой, ни хрена не делающей, и думаете, шо ж пляха в моей жизни, когда шарфик-то будет? Будет обязательно, да не будет. Если у вас нету цели связать шарфик, у вас не будет, мать ваша, никогда никакого шарфика. Я хочу, чтобы вы это поняли. Если вы не разберетесь, как работает ваша головушка, если вы не превратитесь в осознанного человека, умеющего размышлять, вы будете галимой, дешевой фитюлькой, которую будут перебрасывать с одного стакана в другой, и все. Вас будут нахрен увольнять все время, потому что вы неинтересны, не нужны, от вас нету ценности. Вам всегда будут платить самые маленькие деньги, вы всегда будете на дне. И только иногда вы будете ложиться, так, знаете, со своими друзьями, брать такой бокал, как у меня, и рассказывать о своих великих наполеоновских планах. Вы понимаете? Вы понимаете, что я права? Я понимаю, что это неприятно слушать, но я ваша лучшая подружка, потому что только лучший друг может сказать вам правду. Все остальные будут вам говорить, ой, да нормально, да у тебя лучше, чем у остальных. Да потерпи, да не надо, да не надо тебе ничего, ну терпите, ну хотите, терпите, ну живите. Еще раз, ответьте себе на вопрос, сможет ли, смогут ли те действия, которые я сегодня совершаю, привести меня к моим целям через год, два, три, пять. Это позволит вам уйти из отношений, которые вам не нравятся. Это позволит вам уволиться, это позволит вам дерзнуть и начать новое дело, закрыть бизнес, который вам к ебеневой матери не нравится. Это позволит вам перестать откладывать на потом. Это позволит вам начать пробовать новое. Да, мы не знаем, чего мы хотим, но что нам мешает? Нам сегодня не нужно высшее образование для новой профессии. Мы сегодня можем с помощью всевозможных курсов за две недели понимать, какая тема нам интересна, какая нет. Нам даже деньги сегодня платить не надо, потому что в каждой теме есть огромное количество бесплатной информации, которой с головой хватит для того, чтобы понять, интересно мне дальше копать или нет. Вы понимаете это? Любую профессию сегодня можно покопать без денег. Это больше не оправдание, что у меня нет денег. Не оправдание. И ваша задача создавать, проверять, создавать, проверять, создавать, проверять, создавать, проверять, самому действовать. Вот чему нас не научили. Нас не научили быть инициативными. Нам говорили, и на работе так устроено все, и в школе, прочитать этот параграф, выучить это. Если бы нас больше учили самостоятельному образованию, если бы мы больше учились думать, размышлять, анализировать, тогда было бы круто. Но нет, это не приветствуется. Мы должны думать так, как думал наш учитель дешевый какой-нибудь там. Но, вы знаете, чем больше я желала эту тему для себя, я сейчас много о ней думаю, потому что для меня она мега актуальна. Вокруг меня огромное количество людей, которые у меня учатся, вокруг меня мои дети прекрасные, вокруг моих детей много людей, родителей. И мне не все равно. Мне не все равно, какими мы вырастим своих детей, и мне не все равно, что мы сделаем с собой. Ведь пока мы живы, мы способны все это менять, реформировать, и прежде всего реформировать себя. И я подумала о том, что хочу предложить вам, а мне сейчас очень интересно ваше мнение, все, кто будет смотреть и в эфире, и в записи, провести полноценный мастер-класс на эту тему. Мастер-класс отличается тем, что он системный. В мастер-классе есть системный ответ на вопрос, что делать, реальные упражнения и задачи, что сделать, чтобы это проработать. Мне бы очень хотелось разобрать тему, каков он план запуска жизни современного человека. Мы с вами рассмотрели систему, по которой запускаются люди. Они рождаются, до 7 лет их нету, они там непонятно чем занимаются, потом они учатся в школе, потом в институте, потом они должны понять свою взрослую жизнь. Как запускаться сегодня в современных реалиях, как правильно запускать на орбиту своего ребенка, чтобы он уже с момента рождения начинал развивать свои навыки, сильные стороны и таланты, и к моменту окончания школы отлично понимал, кто он, а возможно уже имел свои достижения. Что нам делать сейчас с собой? Как нам перезапустить себя? Друзья, мы с вами прекрасно понимаем актуальность этого вопроса, потому что огромное количество взрослых людей сейчас не могут себя найти и не могут понять и перестроить себя. Вот у меня вопрос, готовы ли вы к такому мастер-классу, как вы вообще считаете, это кому-то нужно сейчас или нет? Потому что если вы поможете мне с этим определиться, я в самое ближайшее время обещаю его провести, подготовить и провести именно с системой. Что, думаю, там будет? Во-первых, мы рассмотрим очень четкое понимание, почему старая система не работает, зачем мы это рассматриваем. Нашему мозгу важно объяснить, не просто сказать да или нет, а разжевать, чтобы нам стало очень понятно, вот мы сегодня начали с вами это делать, почему нет, почему эта система обречена на провал, чтобы мы сами научились перестать бояться этих слов высшее образование, там вообще это образование, то есть понимание. Дальше, очень важный вопрос для меня, каким образом себя развивать, каким образом развивать себя сегодня, чтобы не пропустить время, чтобы получать мощные результаты и себя, и своего ребенка, как это делать сегодня, вот что, что нового себе нужно объяснить, как научить себя сегодня прямо действовать, как научить себя этой мобильности, ведь у нас, еще раз повторюсь, на уровне ДНК встроена вот эта система ожидания, надо прождать, обязательно ждать, вот ждать мы все научились, а результаты получать не научились, но время-то сегодня не требует уже ждать, посмотрите, сегодня миллионерами становятся в 18, в 19, в 17 лет, посмотрите, как обновилась вообще ДНК человека, но нам-то что делать, умирать теперь что ли? Нет, дети у нас рождаются, все ли теперь становятся такими талантливыми, только потому, что родились в это время? Тоже нет, тоже нет, есть самородки, но не все, но мы же хотим помочь своим детям, я хочу, чтобы мои дети прожили талантливую, потрясающую жизнь, используя свой внутренний потенциал, это супер важно. Следующий вопрос, как свои мечты, вот эти, которые мы с вами придумываем, как их соединить с сегодняшним днем, как сделать так, чтобы то, чего мы хотим, стало частью нашей жизни, чтобы мы шли к своим целям, а не выкладывали параллельные дорожки. Мечтаю я об этом, но вынужден жить этим, потому что иначе я умру с голода. Эти дороги объединяем мы абсолютно, мы можем идти по своему пути и собирать свои дивиденды, нам не нужно для этого ночью разгружать мешки, для того, чтобы, значит, я вынужден разгружать мешки, потому что мне нечего есть, это неправда. Нас просто так никто не учил. Просто когда мы получали образование и понимание вообще, как устроена жизнь, нам казалось, что у нас, вот вы об этом правильно написали, что есть профессии для денег, а есть для души. Но так можно сказать и отношения. Есть отношения, в которых нужно жить, а есть отношения для любви. Есть для статуса, а есть для любви. Но это же глупо. Мы же уже перестали выходить замуж для того, чтобы у нас был статус, для того, чтобы у семьи было имя правильное, чтобы правильно продолжался род. Как раньше, помните, ты не можешь с этим соединиться, но мы же от этого ушли. Значит, мы с вами в состоянии этот момент переложить. И, наконец, что конкретно нам нужно внедрить в жизнь, чтобы раз и навсегда заместить в себе старые установки на новые? Нам необходимо сменить себя изнутри. Эти вопросы я хочу поднять и рассмотреть на мастер-классе. И если вы, все, кто будет смотреть, я сейчас, к сожалению, не могу отсмотреть количество комментариев, проголосуете за это в комментариях под видео, то я обещаю в самое ближайшее время запланировать мастер-класс и всех вас об этом оповести. Потому что это все-таки более системная работа. Я думаю, на часика 2-3 это точно затянет. Но, по крайней мере, это будут конкретные инструкции к пониманию к себе, что делать, и конкретная разложенная информация для вашего мозга по полочкам. Потому что, как я уже говорила, мозгу важно объяснять как ребенку. Доносить до него так, чтобы он в состоянии был с этим справиться и поверить нам. Вот, собственно, так. Я крайне благодарна всем за то, что вы пришли. У нас с вами прекрасно пробежал час. В бокале было 99% молока и капля Бейлиса. Вы угадали. Вот. Вкусненько пахнет. Вот. Я такой алкоголик, который пьет много молока и совсем чуть-чуть Бейлиса. Вот. Поэтому я удовлетворила ваше любопытство. Я вас очень сильно попрошу сегодня, как никогда, если актуально, оставьте, пожалуйста, комментарий под этим эфиром. Можете написать также про какой-то свой инсайт. Это тоже для меня будет очень-очень-очень важно. И про мастер-класс, пожалуйста. Если у нас наберется, я увижу, что у нас есть хотя бы там 100-200 человек желающих, то я непременно этот мастер-класс сделаю. Спасибо всем большое. Сделайте для себя сейчас какой-нибудь ключевой вывод в своей голове. Очень хочется, чтобы вы эту информацию не только услышали, но и она в вас прошла. И особенно это касается родителей. Давайте сделаем жизнь своих детей. Не то, что не испортим ее, а все-таки поможем им не совершить тех ошибок, которые совершали по незнанию наши родители. И дадим возможность прожить им потрясающую, вообще совершенную, реализованную, мощную, красивую жизнь, такой, как она есть. Спасибо всем большое.